У меня есть 100 американских долларов и 300 юаней китайских. Сейчас в этом обменном пункте поменяю их на гонконгские доллары. Смотрите, какая толстая 5-долларовая монетка. Тяжеленькая. А такое, видели, пластиковая полупрозрачная купюра. Вообще прикольно выглядит. И не выходя из метро, мы направляемся из Китая в Гонконг. Переход в Муху. Все эти люди тоже хотят в Гонконг. Говорят, выходные здесь всегда так любят. Эта граница здесь снимается причином. А на переход в границу ушел целый час. И снова не выходя из помещения, мы попадаем в метро. Влад сказал, что мы едем по так называемым новым территориям. Освоение этих территорий началось сравнительно недавно, но очень активно. В Чанчжине вагоны метро поновее будут. Мне подсказывает, что мы приближаемся к пункту назначения скорого поля. Ну так, мы здесь, нам сюда. Это очень сложная система переходов. Ё-моё, вот это народа. Куда я вообще попал? Ты все, что, в ближайшее время. Я не путаю. Мне нравится, как я здесь. Я не кричу. В дюйм-продук. Я уже не купил. Тур. Я не купил. Так, что-то тут у нас такого интересного коридора, облика морали, уклад как всегда прикалывается. Сели мы здесь, поехали, поехали и вышли где-то здесь, не знаю точно. Пятизвездочный отель, стоимость проживания здесь от 1 тысячи американских долларов в сутки. Сейчас подаем на остров Гонконг. Так вот какой-то берег Гонконга днем, большинство фоток в интернете ночного города, дневной город я по-моему даже не видел. Это здание Международного финансового центра. Как-то необычно увидеть здесь обычную сороку. Вижу покусанное яблоко. Рынок Гонконгский рынок, здесь мы ничего покупать не будем, просто немного заблудились в поисках кафе. Кафе де Карал, кормят европейской кищей. Ладно, говорит вкусно. Даже вилки с ложками дают. Это кола, а это что-то должно быть вкусненькое, не знаю что это такое. Прикольные фонтанчики, какая роскошь, какая нищета, какая-то стройка. Пиксель-Арт однозначно лучше матов на заборе, согласитесь? Да, да. Да, да. Да, да, да. Ну и город же здесь у них, а. В 5 часов вечера нам пора ехать на пик Виктория. Но без бутерброда и сабвэй Владского двигаться дальше не будет. Поедем на переднем сиденье второго этажа автобуса. А это вечерний господин. Какие девочки экскалаторы, а. Какие беспилотные эскалаторы. Какие просто эскалаторы, а. Вот всегда знал, что Элдзуфе не играет там. Лиза 75 дюйма! Все золотые запомнились, напоминайте, никогда не проводите в этот магазин своих детей. А это что за фигня? Это тоже продается или это просто декорация? Ту-два! Пришли мы сюда ради вот этого вот лего стенда. Лего Звездные Войны. Впечатляет, согласитесь? Лего Звездные Войны. А это Лего Сити. Ну ты без голоса, да? Хочешь купить? Прикольные миньоны, правда, я так и не понял по мультику, что это за существа такие. Кто-нибудь знает, что это такое? Кусит! Меня Макс обожает такие машинки. Вольсвагены, мини-куперы, бентли. Ну, похоже, тут есть все приличные марки. BMW X6. Я понять не могу, руль это такое культ упражнения, что ли? Нормальная и более-менее профессиональная стоит, ну, раньше стоила, когда уже за нас, стоят где-то 3-4к рублей! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ха-ха! Прикольный заяц! Ммм! Классический шарик-кладелка! Наручники дешевле, чем в секс-шопе, обратите внимание! О, таких же профлоботов видел в интернет-магазинах. Еще вроде в Евросети тоже продают, вот только ценник не помню. Верунский танк с камерой. Хочу себе такой. 800 долларов гонкунгский. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот и аллея звезд. Видите звездочки в брусчатке? Вот это и есть такая аллея звезд. Все эти люди пришли учиться правильно фотографировать ночной Гонконг. Инструкторам сейчас вот начнутся фотосессии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это наш хостел. Давайте покажу. Закрываю, конечно же, дверь, кнопочка, цепочка и провожу экскурсию. Начну с санузла. Где-то здесь был выключатель. Вот, все, понятно. Вентилятор на потолке. Вентилятор на окне. Ноги на кровати. Телевизор. Включить, кстати, мы его так и не смогли. Лампочка. Ну и все. О, розетки. Розетки такие. Вот видите, как выглядят. Но есть переходник под любую вилку. Свои переходники можно не возить. А вот здесь написаны пароли от Wi-Fi. Наступило утро. Но Влад забыл отдать ключи. Поэтому он пошел назад, а я гуляю по странным улочкам внутри этого здания. Посмотрите, в лифте стоят камеры. А на первом этаже висят мониторы. Можно посмотреть, что происходит в лифте. Тут не побалуешь. Влад, смотри, велосипед разводим. Интересно, почему перепечи не подставили? Самый красивый. Ты не будешь? Я пытаюсь не превратиться в жирного кабана. А тут такие соблазны. Мы едем на пляж. Я здесь всего лишь два дня, но отснял столько материала, что, в принципе, я, наверное, сделаю отдельный сериал. Назову его «Путешествие в Гонконг». Он не будет идти в общей такой массе, как «Путешествие в Китай». Потому что, ну, все-таки, это реально другая страна, это другой мир. Мы плывем к Будде. А теперь мы едем к Будде. К сожалению, у нас очень мало времени. Нам еще сегодня к границе переходить, поэтому быстро-быстро пробежались и назад. К сожалению, мы покидаем Гонконг. Очень надеюсь, что сюда еще сможем приехать вместе с семьей, и я им покажу всю эту красоту. Ссылки на видео о посещении Пика, Виктория, зоопарка, Будды, всего этого есть в описании. До свидания.